Рекомендуется официально, то есть официально у нас рекомендуется всем. Если говорить с медицинской, как для меня точки зрения, то, что для меня имеет логику. Бустерную дозу я бы рекомендовала тем, у кого нету детектируемого уровня антител. Понимаете, то есть вот вариант. Человек мне говорит, я перед Новым годом чем-то болела, не знаю, чем я тогда не тестировался, выздоровела. Может быть, это был ковид, я не знаю. А вот мне сейчас надо делать бустер, там месяц прошел всего. Сдайте, пожалуйста, антитела. Если вы готовы сделать, идите делайте. Если вы пытаетесь принять осознанное решение, но сделайте вы. Посмотрите, болели вы или нет. Если вы болели, ну хотя бы три месяца вы можете этот вопрос отложить. Если антител нету и вы в группе риска, конечно, делаете бустерную дозу, то все-таки, как ни крути, на сегодняшний день считается, что вакцинация уменьшает риски тяжелого протекания заболевания. Но если вы болели и у вас хороший уровень антител, я смысла бустерную дозу с медицинской точки зрения не вижу. Я сейчас абсолютно не обсуждаю возможности выезда за границу и каких-то там выгоняний с работы и всего остального. Я говорю сгубо про медицинские вещи. Если организм человека помнит коронавирус, он с ним сконтактировал не только с S-белком, да, как происходит при вакцинации, с полноценным вирусом прошел полноценный иммунный процесс, вы ничего больше организму представить вакцинации не можете. Понятно, что, к сожалению, болеют и те, кто переболели ранее. То есть даже естественный иммунитет может снижаться. Но хотя бы не вакцинироваться, не вводить бустерную дозу тем, у кого активный иммунный ответ вот на сейчас. Потому что это лишено смысла. Мы хотим предложить организму то, что у него и так есть. У него есть иммунный ответ, иммунная память, иммунное восприятие коронавируса. Мы ему предлагаем, а ну-ка, познакомься еще с S-белком. Попродуцируй его еще немножечко. И в этом плане я, конечно, к бесконечным бустерам всем подряд я лично отношусь негативно. Потому что я не знаю, как проявит себя организм человека, конкретного человека и массы людей в ответ на бесконечное стимулирование. Не говоря о том, что современные вакцины, они все-таки приводят к тому, что их механизм действия таков, что организм сам продуцирует S-белок. И в разных организмах это происходит разный период времени. У кого-то это может быть неделя, у кого-то это может быть 28 дней, а у кого-то до полугода организм продуцирует S-белок с тем, чтобы антитела начали вырабатываться к нему. Но сам-то S-белок, это же токсины, это, собственно, и есть то вещество, которое может приводить к определенным побочным явлениям. Поэтому здесь тоже есть нюансы в плане бесконечного, беспредельного, бесконтрольного бустерирования. Субтитры создавал DimaTorzok